Давайте к украинской политике. Давненько в ней не было настолько нелепых новостей, как на этой неделе. Верховная Рада, казалось бы, работала, но работа эта получилась такой, что больше напоминала блокаду. Депутаты просто утонули в четырех тысячах поправок к законопроекту в рамках судебной реформы. И ничем другим заниматься попросту не могли. Сам законопроект, этот, конечно, тоже не подарок. В нем больше 700 страниц. Только представьте себе, это сразу три новых процессуальных кодекса. Поправки к семи действующим кодексам и еще 18 законам. И все это в одном документе. Ну, если авторы вот такого масштабного законодательного замысла хотели поиздеваться над депутатским корпусом, то им это точно удалось. Но, а вот что удалось сразу всем политикам, это сорвать пенсионную реформу. И когда теперь миллионы украинских пенсионеров получат повышенные пенсии, большой вопрос. Попробуем сегодня найти на него ответ. Ну, а начнем с того, что сами народные избранники думают и вот о такой работе, и о своей дальнейшей судьбе. Моя коллега Екатерина Лысенко узнавала, собираются ли парламентарии проголосовать этой осенью хоть какие-то реформы. Осень реформ. Под таким девизом они открывали новую сессию парламента. И если реформу образования приняли на удивление, быстро и без скандалов, то потом застряли, а точнее погрязли в тысячах правок к судебной реформе. В самопомощи Басковщина за лето написали к документу больше четырех тысяч замечаний. И все они должны пройти через сессионный зал. Мы посчитали, что для того, чтобы успеть до конца этой недели просмотреть все правки, а их более четырех тысяч трехсот, нам нужно принимать 2,7 правки в минуту. Соответственно, это нереально. На рассмотрение правки идет минимум 2-2,5 минуты. Это минимальное количество. У коалиции нервы начали сдавать уже во вторник, когда на очередном заседании поправки проваливали, но прямо ставили снова. В этом зале сейчас мы видим четкую атаку на судовую реформу, мы видим четкую атаку на пенсионную реформу, и я считаю, что это недопустимо. Только немного началась какая-то дискуссия в зале, сразу истерика. И так всю неделю фракции упражнялись в обвинениях. Выникает просто фарс. Это не законотворческий процесс, это просто инструмент для того, чтобы затягивать час. И марно его потрачать. Это и есть работа народного депутата. Подготовка поправок до законопроекта, с которым ты не погодишься. Отстояние своих поправок на сессийном заседании. Планы коалиции были наполеоновские. Максимум в четверг принять судебную реформу пенсионную, а потом и тут не выдержал премьер. Я хочу попросить всех вас сегодня поддерживать инициативу, что до продолжения работы украинского парламента до завершения пенсионной реформы в Украине. 9 миллионов пенсионеров после заправленной реформы получают подвышение своих пенсий с 1 жовтня. Но ни доводы премьера, ни просьбы спикера на депутатов не повлияли. Коалиция не смогла собраться ни с мыслями, ни с голосами. И все попытки продлить рабочий день оказались четными. И большинство, хоть и ситуативного, наличия которого не отрицают, тоже не хватило. Фактически почти по каждому закону собирается разная большинство в поддержке той или иной реформы. Это и работа парламенту. Если бы была большинство, вчера проголосовали, чтобы заседание продолжалось до ухваления первой судовой реформы и потом пенсионной. Голосов было 210-217. Да и вынеси пенсионную реформу в зал без скандалов не обошлось бы. Половину депутатов законопроект не впечатляет и уже обещают очередное погружение в поправки. Они упаковали тотальное уничтожение прав пенсионеров в Украине. От этого они де-факто хотят провести 65 лет выхода на пенсию через механизм увеличения трудового стажа. Они на 10 лет поднимают трудовый стаж, после которого можно выходить на пенсию. Ключевая проблема одна. Колосальный дефицит пенсионного фонда, который, правда, должен устроиться. Другая проблема – это то, что мы сегодня имеем мизерные пенсии. Третий вопрос – что делать с будущими пенсионерами, с их пенсиями. Никакого из этих вопросов законопроект не решает. Это уменьшение минимальной пенсии. Это величезная количество людей, которые не будут получать пенсию, а будут получать социальную помощь от государства, которая будет меньше от пенсии. И третий вопрос – это увеличение пенсионного века. Я считаю, что с тем уровнем жизни и с той тривальностью жизни, которая в современной Украине, просто неможливо увеличить пенсионный век. Это позиция оппозиционного блоку, поэтому мы реформу не поддерживаем. Мы проанализовали бюджет, мы также его не поддерживаем, потому что в бюджете закладено очень низкий уровень инфляции. И на самом деле он будет больше. Это уменьшает социальные стандарты, это в перспективе уменьшает социальные выплаты, пенсии, зарплаты для людей. Поэтому мы предлагаем, будем предлагать свой альтернативный вариант бюджету. Бюджет – отдельная тема, которая потерялась за спорами о реформах. Хотя документ уже открыт для изучения. СМЕДу представил премьер. Правда, пока о цифрах говорят только в профильном комитете. В этом году уже уряд враховал и 5% ренты, потому что это надзвичайно интересует отдельные территории, где идет удовлетворение газа. И сформированный дорожный фонд, то есть будет продолжаться развиваться инфраструктурно. Врахованы подвышения заработной платной и, на жаль, не таки большие, как хотелось бы, подвышение пенсии. Главные бюджетные склоки еще впереди уж точно после голосования за реформы, которые перекочевали на октябрь. За несессионную неделю, возможно, что-то изменится в риторике малых фракций и поправок будет меньше. А, следовательно, рассмотрение ускорится. И пока в зале пытаются мириться и объединяться, объединяются и за пределами Верховной Рады. Народный фронт и БПП уже сейчас раздумывают над выборами. Думают над форматом, над названием. Кому остаться у штурвала, а кому за бортом. Действительно, разговоры о том, чтобы все политические силы и отдельные политики, которые работают вместе с президентом, вместе с урядом, вместе с парламентом, объединялись и ишли на выборы одной колонии. На каком уровне сейчас разговоры? На уровне первых людей политических сил. Можливо, они в такой способ хочут хоть каким-то образом залишиться в украинской политике. Но я боюсь, что выйдет все, как в известной байке Крилова, про музыкантов, которые вместе сидели, играть в какой-то квартет. И, наконец-то, у них ничего не вышло. И пока одни объединяют ресурсы, другие заводят Раду в ступор при помощи поправок. При этом важные кадровые вопросы назначения министров или главы Национального банка давно отошли на третий план.